Здравствуйте, дорогие читатели! Хотел бы вернуться к теме коронавируса. Сейчас очень много версий о его происхождении, много вопросов, что будет дальше, и злободневный вопрос для нас всех, что делать, когда мы оказались в изоляции, должны сидеть дома, ничего не делая. Обычно рассуждают так. Если этот вирус возник в природе сам и таким образом влияет на жизнь всей цивилизации, это явно божественная воля, это явно не случайно, и это кара за наши грехи. Есть альтернативная версия. Этот вирус создан в лабораториях, и, значит, это уже, говоря простым языком, не божественная воля, а воля человека. Есть самое продвинутое мнение о том, что мировая элита решила таким образом реализовать свои планы по сокращению населения Земли. И это только тренировка. Дальше будут более серьёзные меры. Мне хотелось бы объяснить, что вирус, возникший, мутировавший в животных или в человеке, как и вирус, который возник в военной лаборатории, это всё реализация божественной воли. Тогда вопрос, как поведение мировой элиты, как организация мирового загара укладывается в божественную логику? Что при анализе позволяет говорить о рукотворности вируса? В первую очередь, массовая истерика в средствах массовой информации и беспрецедентные меры, принятые по локализации вируса, по борьбе с ним. Ведь количество заболевших и умерших не такое значительное. Я смотрел вчера ролики, передаваемые по WhatsApp-у. Абсолютно пустая Венеция, ни одной души. Город Пальма, Де-Майорка. Пустые улицы и солдаты, которые патрулируют. Ощущение апокалипсиса. Для чего нужны эти беспрецедентные меры? Попробуем отработать версию искусственного происхождения вируса. Если по всем странам приняты такие жесткие меры, то они, вероятно, не случайны. Да, на первый взгляд, это борьба с вирусом. Что может быть еще? Эти меры настолько масштабные и жесткие для того, чтобы остановить любую панику и любое сопротивление народа. Для чего нужно останавливать сопротивление народа? Все дело не в вирусе, а в последствиях. В мерах, которые принимаются против вируса. Экономический паралич, остановка производств, прекращение практически рабочей деятельности на огромных территориях. Все это, по сути дела, начало экономического серьезного кризиса. Вопрос, для чего нужен этот кризис? Ответ напрашивается сам. Все уже заметили, и об этом уже стали говорить не только простые люди, но и даже руководители государств. Заметили простую, понятную истину. Капитализм не жизнеспособен. Капитализм умирает. Он, как система, непригоден для выживания и нормального развития. Но все дело в том, что любой сложившийся строй, любая система экономических, политических, религиозных отношений и взглядов, она привязана к конкретным людям. И изменение сложившихся обстоятельств, сложившейся ситуации, это потеря этими людьми денег и власти, потеря статуса. А за власть они будут бороться. Поэтому новая формация, которую называют новым социализмом, или как-то еще, она неизбежно будет формироваться. Это не будет социализм, где главная идея уничтожения государства, частной собственности и семьи. Это будет общество, в первую очередь, преследующее не экономическую выгоду, не наживу, не торжество частника над государством. Это будет общество, где нравственность, вера, интересы общества будут стоять на первом месте. По форме это будет похоже на социализм. По сути это будет система, соединяющая противоположности, то есть индивидуальное и коллективное мышление. Если говорить в общем, то капитализм – это торжество индивидуального мышления, фактически уничтожением коллективного. Как выглядит апофилоскапитализма? Как фашизм, когда узкая группа людей, в конечном счете, один человек, владеют, стоят над законом, владеют жизнями, свободой и деньгами всех остальных. Социализм – это торжество коллективного мышления с уничтожением индивидуального мышления, частной собственности. К чему это приводит? Как ни странно, к тому же самому. Только коллективная собственность, она лишена возможности индивидуума иметь какой-то вес, какое-то значение. Если устранена частная собственность, то владельцем государственной собственности становится группа лиц, имеющих все полномочия. Таким образом, если проанализировать будущее социализма и капитализма в их классическом исполнении, то мы видим одинаковый результат и в том, и в другом случае. Почему? А потому что и капитализм, и социализм – это формации с языческим мышлением. Язычник живет крайностями. Либо добро, либо зло, либо белое, либо черное. Либо коллективное мышление, либо индивидуальное. И вот это отсутствие диалектики обрекает людей при любом строе, при любой формации, при любых отношениях на рабовладельческие отношения в конечном счете. Языческая система координат подразумевает рабовладельческие отношения. Один должен быть господином, другой должен быть рабом. Либо раб, либо господин. Для того, чтобы люди почувствовали равенство, нужно понять простую вещь. Равенство невозможно, потому что именно неравенство является условием развития, борьба противоположностей. Но равенство невозможно снаружи, на поверхности. Должно быть равенством, по сути, равенством перед нравственным законом, равенством в воспитании детей, в образовании. То есть, такие аспекты, как нравственность, обеспечение детей, образование, развитие, на этом уровне привилегий не должно быть. Это отдельный разговор, каким должно быть общество в будущем. В любом случае, оно должно быть нравственным, а нравственность – это вера в Бога, это единобожие, поскольку единобожие позволяет человеку развиваться без жестких принудительных мер. Язычник может жить только в системе постоянного принуждения. Войны, болезни, несчастье, насилие – это естественные механизмы развития человека с языческим мышлением. Если человечество не перейдет в систему координат единобожия, оно обречено на фашизм, поголовное рабство и самоликвидацию, потому что языческое государство в конечном счете неизбежно пройдет путь к Содоме и Гаморе. Таким образом, ни капитализм в своем классическом исполнении, ни социализм, ни любая другая общественная формация, исповедующая языческое мышление, не дадут возможности выжить человечеству. Ну а теперь обратимся к капитализму. Какие главные проблемы у этого строя? Суть капитализма – это есть поклонение деньгам. Христос говорил, нельзя поклоняться Богу и Мамоне. Суть капитализма – поклонение благополучию. Судный процент, с моей точки зрения, это не самая страшная вещь. Самая страшная вещь, когда деньги, которые являются кровеносной системой государства, принадлежат частным собственникам. Если государство берет процент за деньги, которые занимает человек, это одно. Если берет частник, это другое. государственное мышление работает в интересах всех. Главная цель частника – не благосостояние народа, а чистая прибыль. Поэтому у любого частного предпринимателя в принципе всегда будет тенденция к криминальному мышлению, где деньги на первом плане, а нравственность на втором. Или на третьем. Главная проблема нынешнего капитализма – это кризис перепроизводства. Слишком много товаров. Практически в Америке перестали покупать, потому что полное кредитование. Не надо даже никаких делать первых взносов. Любые, так сказать, возможности кредитования уже исчерпаны. Люди уже накупили все, что могли купить. Кризис перепроизводства всегда назывался одной из главных проблем капитализма. Сейчас этот кризис подошел к максимальной, так сказать, красной черте, после которой все должно остановиться. Это первое. Второе. Деньги являются стимулятором условия, так сказать, торговых отношений и стимулятором развития, если они даются в кредит. Но те же деньги могут из стимулятора превратиться в наркотик, если они выдаются бесконтрольно и если этих денег слишком много. По оценкам специалистов все, так сказать, вся экономическая мощь нынешней цивилизации оценивается 100 триллионов долларов. А в мире гуляет около 600 триллионов напечатанных в Америке. То есть кризис перепроизводства не только товаров, но и денег. Плюс планета уже не справляется с количеством людей, населяющих ее. Какие должны быть цели у капиталистов, у мировой верхушки, которые хотят сохранить свое положение и спасти капитализм? Нужно сделать три вещи. Нужно остановить производство, чтобы товаров выпускалось меньше какое-то время. Нужно сжечь деньги избыточные. Для этого должен быть кризис, остановка экономики опять же. И нужно сократить население земли. Опять же, экономические кризисы могут привести к тому, что население сократится. Есть будет нечего и вряд ли любая семья захочет иметь много детей. людей. Как этого добиться? Одно из самых эффективных средств это война. Но сейчас война, которую пытались развязать, сейчас она слишком опасна и менее эффективна. Идеальным в этом случае является серьезная причина, позволяющая остановить экономику. И в этом плане вирус весьма и весьма удобен для реализации планов мировой элиты. Тогда вопрос, а как же здесь божественная воля? А смысл божественной воли заключается в том, что если человек не хочет меняться, его нужно к этому принуждать. Подумаем не только о человеческой логике, но о логике божественной. С человеческой точки зрения все понятно. Вопрос, а что нужно Богу от нас? Для чего вот все это происходит? Для того, чтобы перейти в Единобожие, измениться и стать другим человеком, нужно перестать поклоняться Мамоне. Напомню, что Мамона это не Бог денег, это идол, символ и Бог благополучия, удовольствия, наслаждения и в том числе денег. То есть это обожег поклонения своим инстинктам, в первую очередь инстинкту самосохранения. Значит, для того, чтобы люди поднялись над инстинктом самосохранения, он должен быть унижен. Я приводил пример с людьми, которые находятся на корабле во время шторма. Статистика известна, практически всегда она работает. До шторма где-то 30% на корабле верующих, 30% атеистов и 40% сомневающихся. Во время шторма 100% верующих, все молятся. После шторма 30% верующих, 30% атеистов, 40% сомневающихся. Значит, для того, чтобы люди обратились к Богу, а без устремления к Богу невозможно изменить реально глубинный человек, нужно унижение судьбы, разрушение будущего, отрыв от всех привязанностей. И мировая элита с такой задачей вполне, я думаю, справляется и справится. Вопрос только в том, как воспринимать происходящее. Если поддаваться панике, страхам, озлоблению, унынию, то, как говорится в Библии, для гордого человека испытания впрок не идут. То есть все зависит от того, как мы будем воспринимать происходящее. Насколько мы будем осознавать, что все происходящее сейчас работает на спасение наших душ, насколько мы будем бороться с ситуацией не только снаружи, но и внутри. Борьба внутри — это есть изменение к лучшему, это есть вера, это есть переход в новое состояние. Внешние действия очень важны, но если нет внутренних изменений, внешние действия вряд ли дадут какой-то результат. И даже победа. Если вдруг все сплотятся на земле и свергнут мировую элиту, произойдет чудо и построит общество справедливости, я уверен, что ничего не изменится, все восстановится в тех же пропорциях и опять появится элита, потому что если мышление не изменилось, то все, что выстраивается потом, это есть результат мышления. Как говорится в известном анекдоте, сколько я не беру запчастей для швейных машинок, все время пулемет получается. Поэтому изменение менталитета, изменение взглядов на мир и готовность меняться, вот это главное оружие и главное средство выживания. Сейчас люди, многие будут сидеть дома, так вот это та возможность, то, что называется поработать над собой, привести душу в порядок, молиться, мысленно обратиться к Богу, которое может дать реальные плоды. Если человек меняется внутри, то меняется ситуация снаружи. Я уже 25 лет повторяю, с нами происходит то, как мы внутри. Если мы рабы внутри, мы будем рабами снаружи. Внутреннее рабство это зависимость от наших желаний, от наших инстинктов, это поклонение инстинкту самосохранения, то есть деньгам, благополучию, это поклонение инстинкта продолжения жизни, то есть секс, наслаждение, удовольствие, еда, алкоголь и прочее. Насколько сейчас мы, а тем более не случайно, вероятно, весна, пост, отрешимся от привязанности и удовольствия, от денег и работы, настолько мы будем выполнять соответствовать Божественной воле, и настолько у нас будет меняться мир и государство, и вся наша цивилизация. Еще раз хочу подчеркнуть, отношения в государстве экономические, политические определяются не отношением к собственности в первую очередь. Уровень государства определяется его внутренней культурой, верой, нравственностью. Если в государстве не выполняются нравственные законы, если в государстве уходит вера в Бога, то сколько в таком садоме и гаморе не выстраивай правильных производственных отношений и правил собственности, ничего хорошего не будет. И коллективная собственность будет убивать, и частная собственность будет убивать. Для того, чтобы мы изменились, нужно осознать, для чего мы живем. Нужно понять, что главная цель любого человека это не рай, который, по сути дела, является сказкой об исполнении желаний. Главной целью человека является развитие, совершенствование души, уподобление Всевышнему, увеличение любви в душе. Если у нас есть правильная цель, у нас будет правильное чувство и отношения. А когда у людей правильное чувство и отношения, тогда экономические и политические отношения приходят в гармонию. Чтобы решить вопросы политические и экономические, нужно решить вопросы психологические, великолепная экономика, четкое политическое управление было в фашистской Германии. Не было только нравственности, любви, милосердия и сострадания. Чем это закончилось, мы знаем. Что сейчас происходит в мире? Целенаправленный отказ от христианства, попирание нравственных основ и заповедей. Это, в принципе, и есть пролог к мировому рабству. Те, кто снисходительно относится к крушению нравственных основ, и легко станут рабами. Потому что, если человек не ориентируется на любовь и нравственность, он будет ориентироваться на деньги и удовольствие для тела. И вот уже готов человек, который потенциальным является рабом и скоро станет рабом реальности. Кто становился рабом? У нас стереотипы, что рабом становился пленник во время войны. А на самом деле, основное количество рабов это были люди, которые сами себя продали в рабство или были приведены в рабское состояние из-за своих преступлений. Должники, которые не могли расплатиться с деньгами, продавали себя в рабство. Преступники могли быть переведены в состояние раба. Человеческая невоздержанность, агрессивность, жадность, то есть утрата нравственности приводила к тому, что человек становился рабом. Именно это сейчас и происходит. Мы снисходительно относимся к пропаганде разврата культа сексуальных удовольствий, измен невоздержанности. Идет целенаправленная обработка молодежи. Все снисходительно смотрят на ловую распущенность, на разврат, на культ денег. Но это начало рабства. Если мы снисходительно и небрежно относимся к крушению главных наших устоев, которые ведут к Богу, мы обречены быть рабами. А коронавирус искусственный или естественный, это всего-навсего один из этапов перехода в рабское состояние. И это еще не все. Поскольку основой гордыни является торжество личности человека, над божественным его содержанием, смыслом, над божественным я, то для того, чтобы спасти душу, человечеству, которое не хочет обращаться к Богу, для этого нужно стереть человеческое эго, личность, как таковую. А это есть уже вторая часть перевода в рабство, когда человек теряет не только свои права, но себя как личность. И это нам еще всем предстоит, если мы не поймем, что любые проблемы, которые возникают естественно или искусственно, это всего-навсего веление Всевышнего, который напоминает нам о том, что культ куска хлеба, культ инстинктов, поклонение золотому тельцу и служению Мамона заканчивается повальным мравством и Содомом и Гоморой. Сейчас у нас все будет время, чтобы осмыслить, кто мы такие, для чего мы живем, откуда мы пришли и куда идем. Если мы правильно сделаем выводы, если мы энергию, которая осталась свободной, направляем не на претензии, не на отчаяние и уныние, а на приведение души в порядок, на молитву и общение с Богом, то тогда мир может измениться. Тогда будут найдены и внешние моменты борьбы за свои права, сопротивление и спасение в конечном счете всей цивилизации. Спасите наши души, известная фраза для всех. Когда люди погибали, они посылали сигнал «Спасите наши души». Я думаю, сейчас эта тема должна стать главной. Люди должны думать не о поклонении и счастье, деньгам, благополучии, а о спасении души. Надеюсь, это произойдет. Надеюсь, что мы все проснемся и начнем двигаться в правильном направлении. Продолжение следует...